Генри Райдер Хаггард Один из самых популярных английских и мировых писателей жанра захватывающих приключений, поисков сокровищ, забытых или потерянных цивилизаций и рас. Автор начал свой творческий путь в 1882 году, когда вернулся из Южной Африки, где работал секретарем у вице-губернатора провинции, потом регистратором в суде. Вернувшись в Англию, Хаггард пытался заниматься сельским хозяйством, но без энтузиазма. Ему больше нравилось писать, тем более он привез из Африки огромное вдохновение. И держал в мыслях определенную тему, которой и придерживался во всех своих произведениях. Копии царя Соломона Генри Хаггарда стали первым английским романом, действие которого происходит в Африке. Писатель неплохо изучил южную часть континента во время Англозулутской войны и первой англобурской кампании. Более того, он общался с другими путешественниками. Так, одним из прототипов для Алана Квоттермейна послужил Фредерик Кортни Сейлус, белый охотник, занимавшийся исследованием британских колоний на Черном континенте. Действие романа Копии царя Соломона происходит в Южной Африке. К Алану Квоттермейну, известному охотнику и путешественнику, обращается сэр Генри Куртис со своим другом капитаном Джоном Гудом. Куртис просит Квоттермейна помочь ему в поисках своего пропавшего брата Джорджа. После недолгих уговоров Алан принимает предложение и отправляется с ними в путь. После долгого пути и жестоких лишений путешественники попадают в затерянную страну Кукуанов, где скрыты несметные сокровища библейского царя Соломона. Популярный герой Хагарда, белый охотник и искатель приключений Алан Квоттермейн, является центральным персонажем 14 книг и, по мнению некоторых исследователей, является также литературным прототипом Индианы Джонса. Путешествовал Генри Хагард не только по Африке. Он побывал в Перу, Мексике, Нидерландах, Испании, Исландии. И впечатления от этих поездок отражались в его произведениях. Так, после посещения Мексики, был написан роман «Дочь Монте-Сумы», один из популярнейших романов Хагарда. Трагическая история завоевания испанцами древнего государства ацтеков послужила темой романа «Дочь Монте-Сумы». Здесь писатель пользуется приемом контраста. С одной стороны, он изображает коварство, низость, лицемерие и жестокость испанских конквистадоров. С другой – благородство и чувство собственного достоинства индейцев Мексики. С любовью нарисовал Хагард портрет свободолюбивой, гордой и прекрасной Атомии. В романе «Перстень царицы Савской» трое англичан отправляются в Центральную Африку. Там, далеко от цивилизации, живет народ, который произошел от Соломона и царицы Савской. Неподалеку обитает племя фенгов – народ с культурой и обычаями древних египтян. Много лет назад фенги пленили сына одного из героев и сделали его своим божеством. На выручку этому юноше и отправились герои. Конечно, и эти племена, и эти приключения выдуманы автором. Но он описывает все так ярко и достоверно, что читатель ощущает себя участником всех этих событий. Роман «Люди тумана» начинается с того, что главный герой разорен и отправляется с братом на поиски удачи и богатства. Вначале поиски приводят его к золотой жиле, но добыть ее они не могут, так как уходят в скалы. Брат погибает от лихорадки, и молодой человек остается без денег и планов на будущее. Один со своим слугой-карликом в безлюдных горах. Что делать дальше? Тут на их пути и встречается странная женщина, просящая спасти ее госпожу из рук работорговцев. За спасение она обещает несметные богатства. С этого и начинается главный сюжет романа и путешествие в загадочную страну, скрытую туманом, к недружелюбным туземцам с кровожадными культами. Два англичанина попадают на далекий остров, где живет затерянная племя дикарей, которыми правит загадочная женщина по имени Аэша, и которую все называют она. Эта женщина обладает колдовской силой, поэтому она держит в своей власти население острова. Оба героя влюбляются в Аэшу, но потеряв ее, возвращаются в Англию. Во второй книге они вновь пытаются ее найти. Сюжет этой истории построен так мастерски, что просто невозможно оторваться от книги. Очень увлекательно читать про жизнь и обычаи тех диких народов, среди которых оказались герои. А уж главная героиня и вовсе живет уже несколько тысячелетий, но все это время любит одного единственного мужчину, который встречается на ее жизненном пути в разные эпохи и в разных обличиях. Может быть, это произведение не так знаменито, как другие, такие как «Дочь Монте-Сумы», «Клеопатра», «Копи царя Соломона». Однако оно не менее увлекательно и захватывающе. В этой книге красочно повествуется о приключениях людей в самом сердце Африки. Главный герой – Аллан Квоттермейн. Перелистывая страницы данной книги, вы погружаетесь в авантюрное путешествие вместе с главными героями, покоряете просторы нового континента, узнаете быт и традиции малых народов. Вас захватывает водоворот событий. Неутомимым искатель новых и новых приключений Аллан Квоттермейн, охотник и заядлый путешественник, показан в годы своей зрелости. Он уже известен на африканском континенте, как человек, готовый рисковать. И вот опять волею судеб ему предстоит из уютной, стабильной, чопорной Англии отправиться навстречу неожиданностям и риску на просторы Африки в легендарную и таинственную страну Кенда, где живут потомки древних египтян. Вот тут-то и начинается самое интересное. Огромный слон, дитя из слоновой кости, миражи, похищения, междоусобицы. Но обо всем этом вы узнаете, прочитав произведение. В романе Клеопатра пойдет речь о знаменитой египетской царице. Интересно, что она даже не была египтянкой, однако правила Египтом в те далекие времена. Начинается книга интригующая. Некий археолог находит гробницу. Он сразу замечает, что в ней что-то не так. Когда знакомый искусствовед расшифровывает записи, археолог пребывает в шоке. Перед смертью благородный человек по имени Гармахис пишет рукопись о своей жизни. Гармахис – прямой потомок фараонов, считающий, что вероломная гречанка узурпировала его права на трон. Древние египетские нравы жестоки. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно не просто лишить власти царицу, необходимо ее убить. А поднимется ли у Гармахиса рука убить Клеопатру? А какой мужчина способен на это? Ведь Клеопатра была не только мудра и прекрасна, она отлично знала людей и умела подчинять их своей воле. В романе много интересных событий. Читатель много узнает о Древнем Египте, о том, какие тогда существовали обычаи, как были устроены захоронения богатых египтян. Будут там и баснословные клады, и любовь, и предательство. Исторической достоверности нет, но это ожидаемо. Все-таки это художественное произведение. Генри Хаггард посвящает книгу своей маме. Именно для нее он хотел написать что-то особенное. Так могут ли на нашей планете существовать скрытые от людей места, где обитают неизвестные народы, реликтовые животные и ужасные создания? На этот вопрос с 19 века многие авторы дают свой ответ, помещая своих героев в самые отдаленные уголки планеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok